В первый день избирательные кампании несколько претендентов на должность мэра Кишнева объявили о запуске своей программы и выступили с предвыборными речами. Партия действий «Солидарность» установила огромную сцену в сквере у Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу. Партия коммунистов устроила презентацию памятника Ленину на Молдэкспа, а социалисты отправились в парк Валя Морилор. Ну а поскольку сегодня и последний день подачи документов, то появились еще два кандидата. Первыми презентацию старта своей избирательной кампании представили коммунисты. В 10 утра вся команда выстроилась у памятника Ленину на Молдэкспа, где их кандидат Диана Караман выступила с речью. Мы знаем, как делать. Мы сосредоточимся на главных приоритетах. Первое – инфраструктура. Это значит комфортная среда для жизни всех и каждого. Второе – забота о гражданах. Сегодня же о старте своей предвыборной кампании объявили социалисты. С установленной в парке Валя Морилор сцены выступили вице-председатели ПСРМ, а также кандидаты в мэры Адриан Албу. Кишинев на твой вкус. Для нас важно, чтобы каждый кишиневец чувствовал себя любимым, чтобы был в комфорте, чувствовал, что о нашем городе заботятся. Масштабное мероприятие также организовало днем партия действий «Солидарность». В сквере Национального театра оперы-балета установили огромную сцену и пригласили десятки сторонников ПАС. Перед собравшимся выступил Лилиан Карп. Мы чувствуем себя европейцами. Каждый из нас хочет быть частью европейской цивилизации. Поэтому нам нужна европейская столица, чтобы каждый житель Кишинева чувствовал комфорт. А поскольку сегодня и последний день, когда желающие вступить в гонку за кресло градоначальника могли еще подать документы, появились еще два претендента. Это Михаев Рамот партии «Перемен», которого представил лидер политформирования, и Арина Спетаро от Альянса либерал-демократов Европы, которая обратилась к избирателям у столичной мэрии. Мы придем в премарию навести порядок, провести аудит, показать, сколько денег на самом деле было потрачено безответственно. Защита пешеходов и прежде всего детей. Кандидатам не разрешается организовывать концерты, конкурсы или другие мероприятия с участием исполнителям. Также запрещено использовать админресурс для продвижения своего имиджа. Иными словами, кандидаты не могут участвовать в мероприятиях по инаугурации инфраструктурных проектов или других встречах. Всеобщеместные выборы, назначенные на 5 ноября, гражданам предстоит избрать почти 900 мэров и около 11 тысяч местных советников.